Залпы гранатометов, пулеметов и БМП озаряли сегодня ночное мулинское небо. После семинедельного курса военной подготовки в единственном в России учебном центре военнослужащие перешли к практическому этапу – стрельбам в ночное время суток. Около 300 военнослужащих, более 50 единиц техники отрабатывали приемы ведения ночного боя с применением приборов ночного видения и тепловизоров. На данной учебной точке отрабатываем норматив номер 10 по тактической подготовке – передвижение солдат на поле боя. Перебежки 15 метров включает, переползание по-пластунски 20 метров и перебежка 15 метров. Мы используем различные перетехнические имитационные средства, вспышки различные, работа пулеметчика, работа автоматчика холостыми боеприпасами, то есть максимально приближенные условия к боевым, чтобы военнослужащие максимально могли себя испытывать на данной учебной точке и понимать, как им действовать в ходе боя. Данная экипировка, которая используется при выполнении данного норматива, включает в себя штатное обмундирование, это бронежилет, разгрузочная система, ночной прицел, так как занятия у нас проходят ночью, шлем-каска с противоосколочными очками, здесь у нас химзащита, плащ-палатка, лопатка, котелок. В таком обмундировании военнослужащий должен пройти этот норматив и уложиться в 40 секунд. На оценку отлично. Стреляем по мишени танк на расстояние 200 метров. Стрельба ведется с положения с колена. Огонь! Результаты данного упражнения высвечиваются у оператора на вышке, там командир подразделения уже, видя результат, ставит оценку данному каждому военнослужащему отдельно. Ну, одну мишень не поразил. Как бы тоже бывает. Видимо, не учел просто поправки на ветер. Личный состав, военнослужащие и подразделения должны быть готовы выполнять боевые задачи по предназначению в любое время суток. Весь личный состав, который занимает, он и 100% стреляет днем, и 100% стреляет ночью. Первый экипаж выстрел произвел! Второй экипаж выстрел произвел! Сегодня у нас штатная стрельба, как сдача, как экзамена. Выполнение этой нормативы необходимо для того, чтобы совершенствовать навыки. Экипаж полностью справился с представленной задачей. Все цели поражены, стреляет очень хорошо. В западном округе готовят очень хорошо. Танкистов готовят. И вообще войска готовятся очень хорошо. И мы, оценка у нас должна быть ниже, хорошо.